Кстати, привет всем людям, которые говорили, что этот видеоролик я не выложу. Я нашел в себе силы, я не хотел сначала выкладывать этот видос, признаюсь честно. Мне смысла не было его выкладывать, потому что, во-первых, плохая погода, во-вторых, очень много сенсаций, и это тоже не очень круто для Евкосилы, так же, как для Янг Праги. Ну, вообще, события были просто богатые, но чисто из-за этого я и выложил. Всем привет! Вы бывали на канал, на котором вы сейчас находитесь, и сегодня в Костелы собирала свой четвертый матч. Это третий тур дворовой футбольной лиги, возможно, один из самых решающих. До конца этого года осталось буквально два тура, и сразу перед просмотром этого видеоролика, забегая вперед, прошу, чтобы вы подписались на мой канал прямо сейчас, и поздравили, и положили мне под елочку около 30 лайков. Это был самый результативный матч Евкосилы вообще в истории, который когда-либо был матч Евкосилы, это самый результативный матч. Также здесь произошла сенсация и очень интересные события. Чего я вас заинтриговал, ну давайте поехать. Те, кто не подписан на группу ДФЛ, и не знает, какой был счет матча, который выкладывали сразу же после матча, тот посмотрит этот ролик и, возможно, охереет. А возможно и нет. И по традиции, в правом верхнем углу, где-то здесь, проголосуйте, кто стал лучшим игроком матча. У нас также будет три номинанта. В прошлых двух частях, в первой игре с Метеором, лучшим игроком матча, вы выбрали меня. Спасибо вам за это огромное. В втором матче Евкосила против Эвка, Метеора тоже реванш, выбрали лучшим игроком матча Лося. Он забил два гола, и в матче тоже неплохо так играл. Матчи против Орла, к сожалению, не нашей страны игрок. И сегодня у нас также будет три номинанта. Все абсолютно честно. Ну и поехали. В стартовом составе я, возможно, могу отметить только парочку игроков, которых я прям хорошо знаю, с которыми я прям хорошо так более-менее общался. Сразу говорю, это был самый холодный матч Евкосила, пожалуй, еще и в истории. Так что я говорю, здесь просто ролик, богатый событиями. Сейчас вы будете видеть, как мы скидываемся, и просто смотрите, какая здесь погода. Тут просто снег, тут просто скользко, тут даже не видно разметок поля. Мы так импровизировали. Не трогай меня. Дай мне паху, мы начинаем. Блин. Начал. Конец. Мясь какой. Раз обманул, два обманул, и все-таки дал игроку, его зовут, кстати, тоже Никита, Серега Валячев, это черная-белая полоска, и сразу команда Янг Прага пытается перейти в атаку, что у них неплохо получается, отличная комбинация между игроками, и там мяч попал в штангу. Это плохо видно, но это факт. Дальше еще один эпизод, который заканчивается, кстати, пенальти. Нам именно били, а не мы, которые били. И в итоге на первых же минутах Тони фалит, и если бы забил игрок Ян Праги с пенальти, то это была бы голевая передача для Тони. Давайте, кстати, посмотрим, как пробили пенальти. Пенальти пробили очень хорошо, Серега Валячев красиво забил, дальше Дима скидывает мне, неплохая комбинация, я пытался опять играть на Лося, он забегал всегда вперед, сразу быстро же опять их атака, ну вроде как накрыли, я опять посмотрелся, оценил ситуацию, дал Лосю, Лоис получил мяч, и не забил в этом эпизоде. Какой уже раз, команда Евкосила не может забить и отыграться, это тоже очень обидно. Также меня попросили вставить вот этот вот момент, который меня попросили вставить, это просто меня попросили вставить, смотрите сами. Сами понимаете, при такой погоде очень тяжело было играть, к тому же у людей, у которых нет бутс, потому что мои бутсы, как назло, перед сезоном ДФЛ порвались, я их просто растаскал, они просто в дребезге, знаете, вот такая вот прям тряпка была. Янг Прага переходит в свою контратаку, еще одну, Серега разыгрывает комбинацию с Никитой, Никита убирает подложное движение, выкатывает Сереги, и Серега попадает идеально, практически с нулевого угла в уголок, и счет становится 2-0, Эвкосила горит, сразу же мы разыграли центр поля, потеряли мяч, Серега опять продвигается, дает пас Никите, и здесь вроде как мы с Мишей заблокировали. Быстрая разыгровка аута, которую мы не заметили, и счет уже становится крупный, это 3-0, это разгром. Наша возможность перейти в атаку, ошибка в передаче, я быстро оцениваю ситуацию, даю лосью, лось, пожалуйста, мажет поворотом, как обычно, в принципе, я уже не удивлен. Они опять быстро разыгрывают с аута, Андрей Семячкин, дает Никите, и Никита просто расчехлил свою пушку, счет 4-0, Эвкосила, какой раз, у нас нет игры, в этом матче было видно, к тому же, у нас и так нет игры, еще по такому матчу, в котором, вообще, мяч не просто никак не держится, не видно разметок, не видно мяча, здесь, кстати, был угловой навес в штрафную, и здесь я сыграл рукой, там можно было пересмотреть миллион тысяч раз, рука была чистая, я реально сыграл рукой, я не прав, с моего ракурса, с моей стороны, это казалось, что мяч летит, и я думала, я сейчас как плечом отыграю на лося, резко, и мяч как-то резко бельнул вниз, и в итоге, куда мне пришлось руку девать, это, кстати, моя первая, мой первый привоз пенальти, вообще, в моей карьере, на мою память, если честно, и второй пенальти в матче, Лев Косиловый, здесь уже на ворот стал Тонев, они поменялись местами с Мишей, рокировочка, и Андрей Семячки решил пробить, и здесь уже забил гол, хотя, если честно, если бы Дима стоял по мячу, то он мог бы взять этот пенальти, здесь не видно, но здесь забили, шестой мяч и в Косиле, да, сейчас становится крупным, напоминаю, Янг Прагу два раза становился чемпионом ДФЛ, здесь, мы задержались наконец-таки, на половине поля Янг Праги, впервые в матче, в конце матча, и тут у Тонева была хорошая возможность забить, но он это не использовал, также здесь еще одна контратака, выход 1 на 1, 7, 0, просто уже ни в какую у нас ввозят просто, здесь мы уже обессилены, здесь более-менее неплохая такая комбинация была, мы оставили внеудел ворячего, и заработали штрафной, который доверили мне, вернее я мяч взял, думал, может быть забью, может быть такая возможность, будет конечно же у меня, я пробил, и очень плохо, и также, после моего удара, сразу пошел вылаз, контратака, где я сыграл под Катей, и не успел, Серега короче забивает, 8 мяч, он там развозил, этого, Мишу Тонева, в общем вот так вот, первый тайм на этом заканчивается, мы проигрываем 8-0, 8-0 Карл, после первого тайма, смысла уже играть не было, потому что техническое, автоматическое поражение 3-0, а здесь 8-0, то есть мы могли просто не прийти на игру, спокойно, мы зачем-то пришли на нее, окей, но в этом тоже есть свои плюсы, вроде как, если я все правильно понимаю, то голевые передачи дал я и Тонев, потому что мы привезли пенальти, и от нас последний мяч коснулся ее, но забегая вперед, прошу, чтобы вы нас не ругали, а поддержали в комментариях, потому что мы сами понимаем, что мы дебилы, мы не смогли, мы не вывезли, команда Янг Прага, напоминаю, два раза становилась чемпионом ДФЛ, там собраны игроки, есть хорошие, ну вообще хорошие игроки, ну и сами понимаете, что при таком раскладе конкуренции в принципе никакой не может быть, и дальше вот как раз таки, с 14-го гола начиная, я вам поставлю это все вот под музыку, что вы видели прекрасно, как нас ебали, и как мы могли отвечать контратаками, там кстати была где-то между моя штанга, и у меня в этом матче было много возможности забить, и я попал в перекладину, штангу, в общем был не мой день, короче, я даже голевую толком нормально это не дал, если не учитывая свои ворота, ну а когда я попал в штангу, это все прекрасно видите, это было реально очень обидно, потому что штанга тоже была не за нас, короче день точно не футбольный, не наш был, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Здесь, конечно же, не все голы записались, не все голы были вставлены, здесь записалось только 25 голов, потому что потом телефон вырубился на холоде, но на самом деле нам забили намного больше, 27 голов, общий счет 27-0, авторы голов и голевых передач видите у себя сейчас прекрасно на экране, Эвкасила просто убита, на нее просто наступили ногой вот так вот на землю, прям втоптали в пол, да никого из лучшего игрока матча выбрать некого, и в принципе вообще никто нельзя взять из нашей игрока матча, потому что наша команда даже ничего особо в атаке не сделала, это, кстати, впервые в истории Эвкасила не забивает гол в матчах, то есть за все матчи, которые были у Эвкасилы в истории, сами можете просмотреть, Эвкасила даже сельхозу забивала, забивала всем, но это единственный матч, где Эвкасила пропустила много, самый результативный матч, самый холодный матч, и, конечно же, Эвкасила ни разу не забила, это впервые такое вообще в истории, и это просто так вот в книжку записывается, и перелистывается нахер, потому что эту страничку лучше забыть. Лучший игрок матча, три номинанта, это Сергей Ворячев, 10 голов, 11 голевых передач, практически во всех атаках поучаствовал, и просто бест, просто бест, я не знаю, как он смотрит этот ролик, красавчик. Второй лучший игрок этого матча, это Андрей Семячкин, забил пенальти, играл хорошо на команду, было видно то, что играл в подкатах, неплохо у него получался контроль мяча. Ну и третий, в принципе, номинант, это Никита Шарапов, по-моему, если я не ошибаюсь, вот он тоже, вот эти вот три номинанта, на лучшего игрока матча, в комментариях проголосуйте, либо вот в аннотации, если я не поленюсь, добавлю, за кого вы голосуете лучшего игрока этого матча. Напомню, что именно вот такими вот голосованиями выбирается, сначала вот, допустим, это как триместр в школе, вот пять триместров, за эти пять триместров, допустим, у тебя по математике, там тройка, четверка, короче, и в итоге выбирается самый лучший, короче, и в итоге в годовой пишется такая... Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Я, короче, к чему говорю, то, что кто больше всех будет лучшим игроком матча, допустим, Серега будет два раза лучшим игроком матча, то и значит, он будет лучшим игроком этого сезона ДФЛ-2, которые призвут его болезнь. На данный момент лучший бомбардир нашей команды это Дмитрий Лосев, у него 11 мячей, лучший ассистент нашей команды это я, у меня 9 голевых передач, это на самом деле очень плохо, если с дворовым футболом ассоциировать, то Серега за один матч и 10 голов забил, и 11 голевых дал, чтобы вы понимали, за один матч. Будем пытаться, будем двигаться дальше, этот матч надо перелеснуть, забыть, и следующий матч мы играем с ФК Орлом, мы играем на этой же школе, если тут, конечно же, не будет снега, постараемся набрать очки, потому что явно мы уже не выйдем в высшую лигу ДФЛ, там первые два места первоместа надо занять, таблица турнира выглядит вот так, четвертое место наше, мы его закрепили, по разнице забитых пропущенных тоже нас переебали, ну и единственный вариант, хотя бы занять третье место, это обыграть ФК Орел с общим счетом больше, чем они нам забили, то есть мы проиграли тогда М6-2, надо выиграть с разницей больше, чем 5 мячей, тогда у нас будет шанс занять хотя бы третье место в ДФЛ. На данном моменте, что мы имеем в третьем сезоне в Косилы, так это только 5 сыгранных матчей, один из них летом, и в итоге только из 5 матчей 2 победы, вот так вот, и то из них 2 победы это в тренировочных матчах, вот так вот, в товарческих, на этом все, ролик подходит к концу, с вами был я, Дядя Некец, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого порно, по другому никак не сказать, ну и всем, в принципе, народ, пока! Субтитры сделал DimaTorzok